Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня актуальная тема Склонность человека, так и ребенка и взрослого, к простудным заболеваниям Вот частенько приходят люди и говорят, вы знаете, не можем справиться С осени как начали болеть и в мае только-только выздоровели То есть целых полгода человек не мог вылезти с чего? С простудных заболеваний Конечно, вся традиционная медицина западная нам твердит Это слабый иммунитет Итак, уважаемые зрители, кто внимательно слушает наши лекции Мы вам признательны, кто внимательно слушает и замечает тонкости Помните, что не может быть иммунитета нормально только одного Нету одного иммунитета у нас, который бы объединил все иммунитеты вместе Сейчас вы поймете, о чем речь И противостоял тому или иному заболеванию Почему у нас много иммунитетов в нашем организме? Давайте возьмем восточную медицину, так как наши лекции состоят из восточной медицины И скажем, что любая болезнь зарождается внутри нас на три года раньше То есть она проявляется, то есть она зародилась три года раньше И если у человека слабый иммунитет, то он формировался уже давно То есть давно человек на себя уже, простите за такую прямоту, положил Не хочет ничего делать, никак не укреплять свой духовный иммунитет Энергетический иммунитет, физический Проявление духа, это тоже иммунитет Всеразличные энергии живут в человеке, не только семь тел Но еще другие энергии, которые человек смог накопить в жизни Смог подружиться, а потом не может расстаться с ними Вот от чего-либо, откуда формируется иммунитет наш с вами Не надо думать, что иммунитет это только не болит печень Ой, хорошо, не болит голова, у меня сильный иммунитет Я три года не болел, а лучше бы ты три года болел Почему? Потому что ты найдешь свои источники болезни И сможешь что? Их нейтрализовать Тем самым укрепишь иммунитет Потому в одной из лекций мы говорили и сейчас мы скажем Хорошо болеть только, как написано в Евангелии Хороший книжник выносит хорошее, а плохое – плохое Вот потому что вы вынесете из болезни Итак, укрепление иммунитета не может быть только на физическом уровне Не может Он прежде всего формируется на тонком энергетическом уровне Прежде всего его укрепляйте Но иммунитета в нашей жизни очень много И в нашем организме И в нашем мире Либо в вашем мире Потому что у каждого человека свой мир И нельзя ему навязать Я не могу навязать вам свой мир Но рациональное зерно мы вам подкинули И сказали Что если страдает у вас духовный иммунитет Укрепляйте его, работайте с ним Страдает у вас физический иммунитет Пожалуйста, спортзал Природа никто не отменял Бег, спорт, фитнес Здоровый образ жизни И не только Движение – это жизнь Так пишут А не движение – это болезнь Элементарно просто Чем может нам помочь акупунтура? Здесь традиционно мы говорим Что система 12 меридианов Напрямую отражает иммунитет человека А если меридианы Слабые и вялые Иммунитет отсутствует у человека На тонком энергетическом уровне В средстве Чего любая болезнь Любая болезнь Может поразить человека Вот и все Элементарно просто Либо у человека все 12 меридианов Воспалены То же самое Это воспаление может приносить Любую энергию Какую захочет матушка природа В наш с вами организм И если наш с вами организм не готов Что человек будет болеть Эта энергия будет провоцировать Жить в человеке Развиваться И тем самым Что плодиться в ней Так скажем образно Чтобы это не произошло Диагностка 12 меридианов Вам в помощь Видим общую картину Если меридианы слабые и вялые Мы их приводим в порядок И точка В11 до джу Я здесь могу даже С полной ответственностью сказать Одна из основных точек в акупунктуре Которая что повышает Наш с вами Иммунитет На тонком энергетическом уровне Ну пожалуйста Уважаемые зрители Здесь забегая наперед Я скажу Не надо думать Что вот мы повоздействовали На эту точку Все иммунитет Повысился Я болеть не буду Нет будете А вот если вы приведете Свой иммунитет Физический Духовный Энергетический Тогда пожалуйста Ваше что Ваш иммунитет В три раза станет мощнее И уже точно Никакая болезнь Вас не коснется Итак от чего может быть слабый иммунитет Прежде всего Это слабая кровь Потому что кровь что нужно давать Тонус крови Помните Кровь это дух человека Все Вот какой Дух в человеке живет Такая в нем кровь Темпераментный человек Сильный Кровь скажем Горячая как говорят Ни темпераментный Ни рыба ни мясо Вот такое Ни рыба ни мясо У него иммунитет у человека Элементарно просто Слабый иммунитет может Порождать постоянную утомляемость Поэтому уважаемые зрители Знайте меру в работе Вот Аллергические реакции Все различные Что может понижать иммунитет Здесь очень огромная связь С меридианом желчного пузыря Потому что желчный пузырь является Что То есть пылесосом В нашем с вами организме И он Если набрался уже полный хлам Этот мешочек в пылесосе Надо вычистить Вот так вот желчный пузырь работает Ну и конечно же Что это Желудочно-кишечный тракт Частенько Дисбактериоз Может приводить К чему К ослаблению иммунитета Либо ослаблению Сил Которые живут В нашем с вами организме И точка В11 Даджу Вам в помощь Элементарно Просто у нас будут лекции Как работать с точкой Данная точка При слабом иммунитете В11 Активизируется При воспаленности Всех 12 меридианов Данная точка Расслабляется Вследствие чего Вы добиваете Что укрепление иммунитета Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok